Всем привет! Сегодня я постараюсь как можно сильнее бафнуть Электроман Адвенчерс, один из официальных уровней. Я думаю, что не стоит долго тянуть и сразу же перейдем уже в редактор. Но я думаю, можно начать с того, что вот эти шестеренки можно сделать побольше. Ну вот так, я думаю, нормально. Также можно поставить куда-нибудь сюда вот такую шестеренку. Шестеренку. Потом вот эту можно заменить на большую. Так. А, это слишком легко. Надо бы поставить повыше ее. Опустим также вот эту вот пилу. И... Ну хотя в этом нет смысла. Также вот эти вот пилы можно сделать. Чё так лага... Чё за хр... Можно поставить сюда вот такую шестеренку... Такую пилу и вот эту пилу приподнять. Поставить вот так как-нибудь. Так, вот сюда вот опять же ставим пилу побольше. Вот так вот. Здесь вот так вот подвигаем. Подвигаем эти пилы. И вот эту можно еще чуть-чуть. Ставим старт поз и проверяем. Возможно ли это пройти. Вот тут я поставил трипл спайк. Потом вот здесь сделал небольшие тайминги. Тут тоже. Вот тут вот, кстати, надо бы еще тайминг тоже сделать. Где-нибудь вот тут вот поставить такую пилу. Сейчас проверим. Возможно ли это будет пройти. Так, мы уже с вами дошли до кораблика. Тут можно сделать как-нибудь вот этих пил понаставить здесь. Вот тут везде надо этих пил понаставить. Да е-мое. Так, повсюду надо поставить пилы, пилы, пилы. Здесь можно поставить большую пилу. Тут тоже такую большую пилу. Что-то мне кажется, что это даже со спидхаком будет сложно пройти. Итак, самолетик я, значит, доделал. Вот тут вначале просто куча пил. Одни пилы, просто непонятно вообще, куда лететь. Потом вот тут вот довольно узкий такой проход. Не совсем, конечно, прям супер узкий, но узкий. И вот тут вот узенькие проходы. Ну и, в общем-то, все пока что. Тут можно поставить такой маленький шип. Потом здесь можно сделать вместо батутов орбы, мне кажется. Вот здесь вот я сделал такой довольно-таки сложный спам из орбов. Я думаю, что это возможно. Каким-то образом я это сейчас прошел. И теперь вот сделаю здесь... А, точно, пилаж это называлось. Так, можно здесь под ваши папа ставить. Да, хотя это слишком как-то легко. Может быть сделать как-нибудь вот так вот? Да, вот так вот. На шаре можно сделать какие-нибудь тайминги. Вот тут уже несколько таймингов я сделал. Я тут кучу таймингов сделал. На шаре. Короче, скорее всего это возможно. Я сейчас не хочу проверять, потому что мне лень. Так, поэтому, поэтому, да, поэтому, да. Тут просто спам. Небольшой спамчик. Потом небольшой тайминг. Оказывается, это можно вот так пройти. Ну, нормально, да? Сейчас мы это исправим. Вот, вот так вот. Все, теперь никак не обхитрить этот спам. А, нет, обхитрить. Но это мы тоже сейчас пофиксим. Вот так-то лучше. Так, тогда вот это можно убрать, я так понимаю. Потом поставить где-нибудь вот тут вот такую. Да, нормально. Дальше у нас тарелочка. Тарелочка и самолет. Тарелочка и кораблик. Сейчас тоже их бафну. Я думаю, вам не особо будет интересно смотреть, как я это все бафаю. Поэтому я это вырежу. Итак, вне записи я сделал, значит, вот такую вот тарелку. Тут куча пил. Потом кораблик тоже с очень узкими проходами. Потом вот такая тарелка с таймингами. С жуткими. Вот, и вот такой кораблик. Тоже с очень узкими проходами. Теперь будем бафать вот этот вот кубик. Ну, нам, в принципе, тут немного осталось. Так, добавляем побольше таймингов. Вот здесь вот такие шипы я добавил. Тут надо зажать в определенный момент, отпустить. Тут надо словить тайминги на этих арбах. Вот здесь вот довольно тоже большое расстояние. Но, кстати, это возможно перепрыгнуть. Четыре блока на мелком кубе. Вот на этом арбе можно сделать небольшой тайминг. А! Это невозможно, понятно. Зато вот так вот возможно. Правда, здесь не будешь тогда попадать сюда. Но этого и не надо, потому что... Здесь можно поставить шипы. А тут сделать орб, например. Вот так вот. Ну, такие мелкие шестеренки никуда не годятся. Как же так-то? Надо сделать побольше. Примерно вот такие, наверное, нормально. Так, ну и мы с вами дошли уже наконец-то до шара. Это предпоследний парт. Продолжим с него тогда. Правда, надо немножечко, наверное, вот так вот поставить. Чтобы здесь такого сделать. Ну, я думаю, можно поставить, наверное, вот таких вот шипов. Вот сюда вот наверх. Это была плохая идея. Тогда можно их попробовать уменьшить. Вот так вот. Ага, ага. Вот так вот вроде нормально. Да, нормально. Тут такой шип поставим. Здесь так вот сделаем. Здесь сделаем вот так. А вот тут вот так вот. Вот, я тут подумал и... Может быть, вот такие шипы поставить сюда. Даже вот сюда второй шип можно поставить, мне кажется. Ого! Да, это возможно. Все. Готово. Готов наш уровень. Как мне кажется, получилось сложно. Возможно, это инсейн демон. Возможно, это экстрим демон. Но одно я знаю точно. Это очень дисбаланс... Это очень дисбалансный демон. Потому что вот на некоторых моментах он такой довольно-таки легкий. Где-то хард демон может быть. На каких-то он инсейн демон. На каких-то он экстрим демон. Там где, например, вот тут очень узкие проходы. На каких-то моментах он вообще почти что импосибл. Где-то он такой медиум, даже изи демон может быть. Ну, в общем, получился довольно-таки дисбалансный демон, да. Что ж, теперь будет полное прохождение данного уровня. Конечно же, этот уровень я буду проходить с читами. Так что не пишите в комментариях. Ты читер, ты там, я не знаю, короче. Не надо писать. Увижу такое. Забаню. Одним словом, я буду это проходить все со спидхаком. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну, по виду, может быть, это и не экстрим-демон. Но знаете, пока не попробуешь поиграть, не поймешь, насколько это сложно. Там некоторые моменты, которые с виду кажутся очень легкими, на самом деле очень сложные. Мне нечего больше добавить, поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем удачи и всем пока. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok